в школе я никогда не считала себя красивой или стройной надо мной все смеялись об этом пели песни даниэла толстушка даниэла уродина в конце каждого дня меня окружали и по очереди плевали на меня они говорили ты страшная ты толстая мои родители знали об этом и учителя знали мои друзья вероятно тоже знали но никто из них ничего не делал никто не пытался ничего изменить они просто игнорировали это и это не прекращалось это длилось на протяжении примерно шести лет с первого класса и это было действительно больно я чувствовала себя просто просто нелюбимой во всех смыслах все это одиночество которое я чувствовала и отсутствие любви и боль со стороны всех кто меня окружал просто заставляли меня чувствовать что я недостойна я просто хотела исчезнуть у меня были мысли о том как это умереть и как убить себя если я прямо сейчас прыгну оттуда я просто сломаю ногу или или это будет мой конец когда я была в седьмом классе мне приснился сон и в этом сне была была рыба образ рыбы а за ней стояла фигура в свете которая что-то говорила этот сон повторялся снова и снова и снова и снова эта рыба была особенной потому я была уверена что что-то должно быть они в интернете я написала в гугле рыба я была уверена что открою целый новый мир я нашла мимо но не более в том году когда мне снился этот сон моя мама встретила какого-то нового парня и решила жить с ним тогда мне задали вопрос с кем я хочу жить кого ты больше любишь папу или маму так или иначе было решено что я буду жить с мамой это принесло моему папе много боли это привело конфликту и в тот день когда это было решено мой папа вывел меня на улицу мы сели на траве в саду там было это оливковое дерево и он лег и просто сказал мне насколько я понимаю у тебя больше нет папы до этого момента мой папа был таким человеком которым ты восхищаешься когда ты маленькая он знал совершенно все он изучал философию он преподавал в университете и хорошо знал математику у него всегда был ответ на любой вопрос и вдруг он перестал быть таким все мое восхищение этим человеком было уничтожено что заставило меня чувствовать себя еще более одинокой а затем мы переехали в новый дом в новую школу внезапно в один момент я оказалась в новом классе со мной стали общаться и меня принимали насколько это было возможно у меня было много друзей были даже парни которые интересовались мной затем в восьмом классе моя лучшая подруга влюбилась на таниэля он был таким тихим парнем в классе интровертом он очень стеснялся когда был с девушками ты должна с ним поговорить почему потому что он ей нравился мы познакомились с ними стали очень хорошими друзьями он всегда выглядел как-то по-другому приятней он был настоящим джентльменом я не могла понять почему он настолько отличался во время ежегодной поездки в восьмом классе мы в составе нескольких человек сидели в одной из комнат парней я сидела на кровати возле подушки вдруг я почувствовала что-то твердое под подушкой я достала это это была книга я посмотрела на обложку и полистала ее вдруг я увидела рыбу ту самую рыбу из моего сна ту рыбу которую я не могла распознать я очень взволновалась я спросила чья это книга мне сказали что эта книга натаниэля в ту секунду мое сердце сильно забилось 200 ударов в минуту это та рыба та рыба которую я видела год назад во сне спустя некоторое время я решила спросить его что в тебе особенного я увидела рыбу эта рыба сводила меня с ума но я спросила что в тебе особенного тогда он сказал мне что он мессианский еврей что такое мессианский еврей я никогда раньше об этом не слышала тогда он стал объяснять мне что он верит вешуа и что ешуа умер за нас умер на кресте за наши грехи я не понимала о чем он говорит но мне было настолько интересно что я захотела почитать об этом и так после того разговора я начала читать новый завет я дошла до главы в которой говорится о любви о совершенной любви о любви которую мы как люди не можем дать друг другу и всего в одно мгновение как после нажатия кнопки меня осветила и мои глаза открылись я увидела насколько бог любит меня я увидела что я любима и что бог любит меня настолько что он отдал своего сына за меня чтобы я могла получить прощение грехов я поняла все я осознала что господь любит меня и это было то чего мне всегда не хватало быть любимой что меня больше всего поразило вешуа это то что он никогда не стремился быть с идеальными людьми с теми у кого все хорошо но он пришел найти слабых он пришел для слабых и для грешников чтобы помочь нам чтобы дать нам любовь в которой мы нуждаемся конечном счете все мы каждый из нас мы слабы даже если у нас много денег или если нас принимает общество у каждого из нас все равно есть то в жизни что сломлено и нам всем в этом нужна любовь и именно в этом к нам приходит любовь иешуа